Продолжение следует... Это новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса. Всё о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. 25 ноября вся Россия отметит День матери. В Приморье вопросам, связанным с материнством, уделяют особое внимание от поддержки многодетных семей до конкретной адресной помощи. Хореография, вокал, цирковое и театральное искусство, одарённые дети и артисты разного возраста показали мастерство на международном проекте «Белое крыло Париж в Владивосток». Ты пытаешься дать всю энергетику залу, ну и, конечно, хочешь, чтобы в ответку всё получить. Я думаю, что у меня это получилось. Восьмой канал продолжает проект «От сердца к сердцу». Сегодня в центре внимания история семилетнего жителя находки Егора Костенца, которому очень нужна ваша помощь. Прошу всех неравнодушных людей помочь нам и сказать большое материнское спасибо, кто нам помогал и помогает. Без вас нам не справиться. Также в выпуске раненого краснокнижного аиста «Спасли в Приморье» теперь птица проходит реабилитацию в сафари-парке. И еще раз скажем, «Черная пятница» стартовала. Жители Владивостока скупают товары, а журналисты «Восьмого канала» пробуют себя в роли продавцов-консультантов. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Сосредоточиться на социальных вопросах и направлять средства бюджетов на жизни, на важные проблемы, предложил в Рио губернатора Приморского края Олег Кожемяка на встрече с ветеранскими организациями. Глава региона рассказал, какие конкретно шаги уже сегодня предпринимаются для того, чтобы облегчить жизнь пенсионерам. Подробности у Катерины Матвеевой. Все силы на решение острых социальных вопросов. Олег Кожемяка в своем разговоре с ветеранами признал, что в крае делается недостаточно для того, чтобы людям было комфортно здесь жить. Об этом красноречиво говорит отток населения из края. Чтобы изменить ситуацию, нужно проделать масштабную работу, реформировать систему образования, здравоохранения и принять ряд важных законопроектов. Здесь и сейчас. Сейчас достаточно большой пакет мер принят за счет того, что мы остановили все инфраструктурные проекты по торам, по резидентам. И считаем, что эти деньги нужно направить непосредственно в социальную сферу. И это можно было делать и раньше. Не тратить деньги на строительство каких-то больших гостиниц, зданий. Уже сегодня принимаются смелые решения, такие как соглашение о снижении цены на рыбу. И базовые законы, необходимые для населения. В том числе закон о детях войны. В соответствии с ним более 100 тысяч приморцев будут пользоваться льготой в 50% на оплату жилья и услуг ЖКХ, а также льготой по транспортному налогу. Я могу сказать, что, наверное, благодаря ветеранам, людям, кто искренне и беззаветно предан своему государству, предан Родине и сохранил это, невзирая на перемену строя на протяжении многих лет, у нас удалось удержаться государству в эти лихие 90-е годы, когда была потеряна идеология, когда абсолютно была потеряна какая-либо государственность, хронические невыплаты, заработные платы, то есть отсутствие вообще каких-либо социальных льгот. И государство должно ответить ветеранам тем же. Наконец, навести порядок в системе образования, обеспечив все школы скоростным интернетом и подъемными молодых педагогов на селе. Решить кадровый вопрос в здравоохранении. Специалисты, и не только молодые, теперь будут получать от 500 до 700 тысяч подъемных, в зависимости от района. Кроме того, до 20 тысяч рублей будет выплачиваться компенсация за съем жилья, выдаваться доплата от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от района и компенсироваться часть затрат по коммунальным услугам. Ведь без достойного здравоохранения не может идти речи о достойной старости. Безусловно, тот фундамент, который мы создаем, он даст возможность развернуть в систему привлечь этих специалистов важнейшее направление от системы здравоохранения. Такие же решения мы приняли и по педагогам, и по питанию школьникам, которая 8 лет не менялась и была 21 рубль. Мы подняли базовые оклады педагогическим работникам в силу того, что школу тоже никто не шел. И у нас старение кадров просто катастрофическое. На встрече ветераны озвучивали разные вопросы и о состоянии дорог, и о пенсионной реформе, и возврате дальневосточных надбавок. Внимательно посмотреть и спросить всех, кто за это ответственен, как обстоит дело с исторической памятью по местам захоронений погибших воинов. Мы 7 лет подряд под контролем и благополучием руководства со стороны Совета ветеранов Приморского края в городе воинство Кахахстанского плода 7 лет подряд в августе выезжаем на линию по его разверткам в 1-го дальневосточном ходе. Мы ищем и находим, много и не находим, брошенные и забытые могилы. Все замечания и предложения глава региона обещал взять под личный контроль. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. 25 ноября в России отметят День Матери. Меры поддержки женщин и детей сегодня полным ходом разрабатывают в Приморье. От выплаты дополнительных средств многодетным семьям до оказания помощи женщинам, которые остались с детьми на руках, но без всяких средств к существованию. Приморские мамы в сюжете моей коллеги Светлан Садовой. В Центр поддержки женщин «Живая надежда» Оксана Мелешкова попала чуть больше трех лет назад, когда с трехмесячным ребенком на руках осталось в буквальном смысле слова на улице. Гражданский муж поднимал на нее руку, а после оказался в местах не столь отдаленных. Жить молодой маме было негде, помощь от близких ждать не приходилось, родители пьющие и живут в крае. О социальном приюте для молодых мам, попавших в трудную жизненную ситуацию «Живая надежда» узнала случайно. Пил, угрожал, что дитя заберет. Я говорю, ты не заберешь, говорю, дитя. Я попрошу номер, куда можно будет обратиться, чтобы я приехала, чтобы у нас все было хорошо в жизни здесь. Истории подобных Оксаниной в «Живой надежде» насчитывают десятками. Каждая похожа и не похожа на другую. Анна Беженко из Украины в Донецкой области пережила и перестрелки, и бомбежки. Последней каплей стала информация о кражах детей. Семья приняла решение бежать в Россию. Во Владивостоке супругу Анны пообещали работу и жилье. Однако все оказалось совсем не так. С тремя детьми на руках Анна осталась на улице. Уже в «Живой надежде» семья пополнилась еще одним ребенком. Опять съехала, опять попала сюда. Сейчас, получается, смогли оформить гражданство, помогли в центре все сделать. И сейчас пытаюсь, получается, материнский капитал уже получила и хочу покупать квартиру. Благодаря центру у меня это получилось. Сегодня в «Живой надежде» живет 10 женщин с детьми. Некоторые работают, но заработная плата не позволяет снять квартиру. 17-летняя Настя Месько ждет совершеннолетия, чтобы вместе с дочкой покинуть стены приюта. С 8-месячной Алисой она здесь всего неделю. Шла сюда с недоверием и страхом. Боялась, что ребенка у нее заберут. Сама Настя из детского дома. Отец ребенка не помогает совсем. Бабушка меня воспитывала, потом я подросла, но она уже не стала со мной справляться. И вот отправила в детский дом. Там вот два года прожила, 8-й, 9-й класс. И все. Дальше пошла учиться, но не доучилась, забеременела. И все. Родила ребенка, ну вышла замуж, родила ребенка. Кроме крова и тепла, «Живая надежда» осуществляет патронаж проблемных семей. Здесь имеют большой опыт борьбы с социальным сиротством. Знают, как разорвать порочный круг вторичного сиротства. Когда в детдом попадают дети-сирот. В основном наша задача помочь маме в том возрасте ребенка, когда ребенок грудной, то есть это от рождения до года-полтора, пока ребенка нельзя будет оставить, допустим, с няней, пока мама не сможет выйти на работу. Мы считаем очень важным это время, когда первый год жизни ребенка, что мама не должна оставлять ребенка ни на кого. Мама должна заботиться о ребенке, вкладывать, развивать его, потому что закладывается платформа будущая и психическая, и физическая, и эмоциональное развитие. То есть это основа, база, и это очень важно. 17 ноября весь мир отмечает День недоношенных детей. Это еще одна сторона материнства. Здесь тревога также живет вместе с материнской надеждой на счастливое будущее своего долгожданного ребенка. По статистике, каждый десятый ребенок появляется на свет недоношенным. Всего на нашей планете раньше срока рождается примерно 15 миллионов малышей, причем 10% от этого количества не выживает. Мы их и учимся выхаживать лучше, и оборудование у нас улучшается, и покупают новое оборудование. И первое. И второе. Мы боремся за качество жизни ребенка. Не просто сохранить ему жизнь, а чтобы он остался полноценным членом общества, чтобы он радовал своих родителей и в будущем был гражданином Российской Федерации со всеми вытекающими правами и обязанностями. В Приморье принят отдельный закон о поддержке многодетных семей. Инициатива в РИО губернатора Олега Кожемяка, направившего закон на рассмотрение краевого парламента, расширяет число многодетных семей, получающих поддержку из краевого бюджета. Теперь не только малоимущие семьи, но и имеющие среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, будут иметь и льготы, и выплаты. То есть 8,5 тысяч семей, в которых воспитывается 27 тысяч детей, почувствуют перемены в своем семейном бюджете. Время нас заставило принять отдельный закон и прописать все меры поддержки для многодетных семей. Потому что институт семьи, вопрос демографии, они крайне важны для устойчивого развития территории. Сделали там дополнение с точки зрения льготы по жилищно-коммунальным услугам, льготы по капитальному ремонту, по мерам поддержки, по сборам школы. 25 ноября вся Россия будет отмечать День Матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. В нашей стране этот праздник учрежден в 1998 году. Его цель – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – матери. А самое главное для любой мамы – счастливое будущее ее ребенка, родившегося в Приморье, здесь же выросшего и возмужавшего. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Краснокнижного аиста без ноги спасли на острове Попова. Обессиленная птица упала на территории одного из частных домов. Покалеченную птицу нашли ветеринары городской станции по борьбе с болезнями животных. Во время плановых мероприятий по обработке коров в частном секторе люди рассказали, что утром к ним в огород упала птица, и они не знают, что с ней делать. Аист был обморожен, травмирован и мог погибнуть, поэтому ветеринары приняли решение забрать его с собой. Сейчас аист живет в сафари-парке, ест рыбу. В течение трех недель он будет находиться в карантине, а после переедет в просторный вольер на зимовку. Сможет ли краснокнижная птица вернуться в дикую природу, пока неизвестно. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Восьмой канал рассказывает историю семилетнего жителя находки Егора Костенца, которому очень нужна ваша помощь. Мы продолжаем проект «От сердца к сердцу». Белое крыло «Париж-Владивосток» – международный конкурс искусств объединил в Краевом центре самых одаренных юных артистов. Жители Владивостока штурмуют магазины, а журналисты Восьмого канала примеряют роли продавцов. «Чёрная пятница» в разгаре. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Юлия Ракотская, и мы продолжаем. Восьмой канал рассказывает историю семилетнего жителя находки Егора Костенца, которому очень нужна ваша помощь. Мы продолжаем проект «От сердца к сердцу». «Белое крыло Париж-Владивосток» – международный конкурс искусств объединил в Краевом центре самых одаренных юных артистов. Жители Владивостока штурмуют магазины, а журналисты «Восьмого канала» примеряют роли продавцов «Черная пятница в разгаре». Восьмой канал совместно с благотворительным фондом «Русфонд» продолжает серию сюжетов нашего проекта «От сердца к сердцу», который призван помочь детям из Приморья, страдающим серьезными заболеваниями, получить материальную помощь на дорогостоящее лечение. Все герои наших сюжетов – дети, которых поддерживает «Русфонд». А это значит, что все собранные деньги гарантированно пойдут на адресную помощь тому или иному ребенку. Но самое главное, что принять участие в судьбе маленького человека, может каждый из вас. Достаточно лишь отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Прямо сейчас жители Приморья уже отправляют добрые смс-сообщения, чтобы помочь семилетнему жителю находки Егору Костенцу поехать в Москву на реабилитацию. То, что ребенок родился с ДЦП для родителей стало настоящим шоком. К появлению Егора мама и папа готовились основательно. Но еще большая ответственность легла на родителей, когда врачи поставили диагноз. Несколько лет назад в этой семье случилась и другая трагедия. Погиб отец Егора. Мать с больным ребенком осталась без средств к существованию. Помочь мальчику в реабилитации вызвался Русфонд. Анна Бережная расскажет, почему это смс от вас так важно для семьи из находки. С такой зарядки начинается каждый день Егора. А еще массаж, занятия на специальных тренажерах, учеба. В этом году сверстники Егора пошли в первый класс, а его уроки проходят дома. У семилетнего мальчика детский церебральный паралич. У него желание есть от физических возможностей. То есть мальчик понимает обращенную речь, понимает, что от него требуется. Егор – единственный долгожданный ребенок в семье. Беременность Ирины протекала идеально. Никаких показателей, что внутриутробно что-то не так, не было. Но жизнь Егора началась в реанимации. Родившись, мальчик не дышал. Первые сутки его жизнь поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких. Позже обнаружили и пневмонию. Ребенок наглотался родовых вод. В тяжелом состоянии малыш месяц пролежал в реанимации. Ни мама, ни папа вредных привычек не имели. К появлению ребенка в этой семье готовились ответственно и основательно. В какой момент и почему сбился организм, сказать не могут ни Ирина, ни врачи. Но специалисты Института медицинских технологий в Москве смогли добиться улучшения в состоянии Егора. Результаты были сразу видны с первого лечения. Курс лечения там 10 дней. Получается, там идет медикаментозная обколка плюс реабилитация. Проходить такое лечение Егору необходимо два раза в год. Но оплатить его самостоятельно семья не может. Отец мальчика трагически погиб спустя два года после рождения сына. Ирина воспитывает Егора одна. Семья живет на пособие по уходу за ребенком-инвалидом. 6600 рублей. Положительная динамика в состоянии ребенка и его развитие возможны только благодаря усилиям Ирины, которая постоянно занимается обследованием Егора, выполняет рекомендации по лечению и старается искать и реализовывать любые пути реабилитации мальчика. Покупать новые необходимые приспособления для развития мышц мама, конечно, не в состоянии. Да и поддержанные стоят немало. Вот это я в ушне сама покупала у девочки с рук, в разручку. Не помню, то ли за 20, то ли за 25 тысяч. И штанг он тоже в пуделах 100 тысяч стоит. Каждый день Егорка по часу стоит на собственных ногах, чтобы мышцы укреплялись, а тело запоминало правильное положение. Держать голову самостоятельно даже так не уверенно, как сейчас Егор не мог несколько лет. В 2014 году мама отвезла его в Харбин. Два месяца иглотерапии, массажа и прочих процедур дали эффект. В 2015 по квоте удалось съездить в Москву. Росфонд неоднократно помогал собрать деньги на обследование и лечение. Несколько курсов традиционной медицины также дали заметные улучшения. Окрепли мышцы спины Егор стал активнее переворачиваться и использовать руки для опоры. Несмотря на скованность в движениях, Егорка парень активный. Любит настоять на своем, ему нравится учиться. На занятиях очень усидчивый. Особенно любит изучать различные картинки. Мы сравниваем различия, находим по картинкам, любим писать буквы. То есть мы уже начали программу дошкольного, конечно, образования, но все-таки у него есть интерес и усидчивость. Иногда уже самой надоедает, честно сказать, этим заниматься. А ему вот как бы проявляет, да, интерес. Вместе с мамой Егорка занимается спортом и здесь проявляет особое упорство. Старательно крутит педали любимого велосипеда. Каждое элементарное для других детей действие семилетнему Егору дается большими усилиями и его самого, и мамы. Мальчику необходимо проходить эффективные курсы лечения в Институте медицинских технологий в Москве. Поэтому РУСФОНД снова обращается к неравнодушным приморцам помочь оплатить его. Сумма, которую выставила клиника – 199 тысяч рублей. И если каждый телезритель, посмотревший этот сюжет, отправит хотя бы одно СМС-сообщение на номер 5542 со словом «Дети», возможно, совсем скоро Егорка научится самостоятельно передвигаться и говорить спасибо. Анна Бережная, Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим трампунт медицинского центра «САНОС». Я напоминаю, помочь приморским подопечным РУСФОНДА можно несколькими способами. Вся подробная информация есть на сайте благотворительного фонда. А сделать это прямо сейчас можно, отправив СМС-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Количество отправленных СМС с одного номера не ограничено. Во Владивостоке в эти дни проходит международный конкурс искусств «Белое крыло Париж-Владивосток». Одаренных детей и разновозрастных артистов, вокалистов, танцоров, циркачей, театралов и гимнастов представляет Международная культурная ассоциация «Эспланада» ЮНЕСКО совместно с Приморской краевой филармонией. Цель жюри – объединить профессионалов для творческого обмена опытом и идеями, способствовать созданию новых творений. Во время каждого творческого проекта ассоциация организует сбор средств для оказания адресной помощи больным детям. На отборочных этапах Международной культурной манифестации побывала и наша съемочная группа. Подробности у Дмитрия Беломестного. Владивосток, Хабаровск, находка Чита, Благовещенск, Биробиджан. Список городов можно продолжать еще долго. География участников международного проекта «Белое крыло Париж-Владивосток» обширно. Хореография, вокал, цирковое, театральное искусство. Одаренные дети и артисты разного возраста показывали свое мастерство перед членами жюри из Парижа и Санкт-Петербурга. Цель одна – попасть в финал. Волнение до сих пор еще не прошло. Руки трясутся, ноги трясутся. Это непередаваемое ощущение, когда ты выходишь, работаешь на зрительный зал и ты пытаешься дать всю энергетику залу. Ну и, конечно, хочешь, чтобы в ответку все получить. Я думаю, что у меня это получилось. За кулисами юные артисты вовсю репетировали номера и пак. Кто-то выглядел спокойно, но все же ощущение волнения витало в воздухе. Какие ожидания? Страшно. И очень хочется посмотреть на реакцию публики, как понравится или нет. Вот так. Ну, в плане призовых мест? Хотелось бы какое-нибудь место занять. Очень хотелось. Среди конкурсантов были как депутанты, так и более опытные ребята, которые занимали призовые места в прошлые годы. Одним из фаворитов конкурса являются ребята из Владивостока. В прошлом году большинство первых мест достались талантам Приморской столицы. Однако и они переживают. Конечно, чувствуется энергия зала, поддержка. То, что они нас поддерживают, это очень приятно. И ни капельки не страшно. Чувство радости. И все. Для меня чувство радости всегда. Ну, это эмоции, как характер. Много всего. В прошлый раз мы здесь заняли первые места. В основном только было одно второе место. Нам очень понравилось. И решили еще раз повторить тот же опыт. К слову, покоряли сцену и жюри не только ребята с Дальнего Востока России, но и гости из стран АТР. В период отборочных этапов жюри определит победителей в различных номинациях и категориях. Наиболее яркие выступления артистов, а также оглашения результатов конкурса состоятся на Большом праздничном гала-концерте на сцене Приморской краевой филармонии. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. Черная пятница стартовала во Владивостоке. Традиционно с этого дня начинается сезон рождественских, а в случае России предновогодних распродаж. Многие магазины Приморской столицы предлагают значительные скидки на товары. Продавцов ждет жаркая пора. Кстати, попробовала себя в этой профессии ведущая восьмого канала Алина Кузина. В рамках проекта «Попробуй на себе». На один день ведущая проекта «Про все» стала продавцом-консультантом в обувном центре. За рабочим процессом следила наша съемочная группа. Холодный ноябрь уже вовсю правит во Владивостоке. Время позаботиться о том, чтобы ноги были в тепле. Героиня нового эпизода «Попробуй на себе» телеведущая Алина Кузина спешит в главный обувной центр Приморской столицы. Манера. Вот правда, на этот раз ведущая программы «Про все» не купит себе новые сапоги. Ей предстоит стать сотрудником центра и самой продавать обувь. Привет, Алина. Меня зовут Василина. Сегодня ты попробуешь себя в роли продавца-консультанта. И в этом я тебе помогу. Ну что ж, теперь наша героиня на шаг ближе к своей миссии. Помочь найти обувь вашей мечты. Знакомство с сервисом «Карла Пазолини» завершено. Алина узнала несколько правил. Встречать гостей, не забывая поздороваться. И находиться все время в зале. Далее знакомство с работой кассы. Василина объяснила, что прежде чем отдать обувь в руки, следует правильно упаковать товар. Также прилагается памятка по уходу. И оформляется гарантия на 30 дней. Тем временем первый потенциальный покупатель найден. Добрый день. Здрасте. Вам может быть чем-то поможет что-то подсказать, что ищите? Да, вы знаете, мне на зиму нужны ботинки. Угу. Без каблука. Тепленькие, чтобы не гулять с внучком. Алина уже ориентируется в брендах, в ассортименте бутика, при этом старается следовать наказам Василины. Опытный продавец-консультант указала телеведущей на ее ошибки, а также начала знакомство с ассортиментом, который, к слову, богат и разнообразен. Здесь собраны эксклюзивные и современные бренды обуви для выражения индивидуального стиля, образа жизни или настроения. Здесь себя порадуют как мужчины, так и женщины. Представлены и зима, и демисезон, а также действуют скидки до 50% на коллекции прошлого года. Поэтому Алине предстоит запомнить очень много информации и не запутаться во всем этом многообразии. Вот эта цена зачеркнутая, да, ну вот, например, здесь 12 тысяч, а стоили эти красивые ботиночки сейчас 6 тысяч. Вот эта вот цена, которая изначально зачеркнутая, она реальная? Да, действительно. Или же она завышена, ну, дабы скидка оказалась такой существенной? Нет, она не завышена, это первоначальная цена, модель с прошлого сезона, поэтому скидка на нее 50%. Приятным удивлением стало наличие классических туфель на шпильки, которые можно приобрести на приближающиеся новогодние праздники, корпоративы, свидания или же на свадьбу. В Таиланд, например, в туфлях красных, по пляжу, как любят русские женщины, красная помада, красный купальник и красные туфли. Последнее указание и объяснение Алина получила, закрепила результат практикой на определение наличия товара по компьютеру. Добрый день. Здравствуйте. Я смотрю, вы себе выбрали, да, уже интересующую модель. Да, отлично. Можно, пожалуйста? Наверное, уже второй. Второй. Отлично. Так быстро, так тоже бывает. Давайте второй. Алина не растерялась и быстро среагировала на просьбу. Все-таки главная цель – продать товар. И это вот-вот произойдет. Красивые. Мне нравятся. Телеведущая не забыла и про общение с покупателем и всячески пыталась продать модель обуви. Это зима и еще плюс ко всему на них 50% скидочка. Это замечательно. Приятный бонус для вас. Деньги в кассе, сдача у клиента. Алина распечатывает чек. Держите ваш чек. Прикрепляем к памятке. Я хотела сказать, держите ваш чек и до свидания. Ну нет. Эх, Алина, чек нужно прикрепить к памятке и только тогда вручать покупателю. В завершение укладываем товар, фирменный пакет и отдаем клиенту обувь. Ну что ж, с задачей справилась, миссия выполнена. Деньги в кассе, обувь продана. Это действительно сложно. Нет, я, конечно, понимаю, что когда продавец-консультант уже год в своей профессии, два, то он уже ко всему привыкает. Но поначалу разобраться в этом алгоритме, это действительно очень сложно. А еще при всем при этом ты ведь должен показаться настоящим профессионалом для своего покупателя. В общем, знаете, говорить в камеру намного легче, например, для меня. Я останусь при своей профессии, но в следующий раз, может быть, попробую себя в другом амплуа. Дмитрий Беломеснов, Алина Кузина, Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом. А мы продолжаем рассказывать вам о том, что удивляло, радовало, а где-то даже шокировало пользователи интернета. Сегодня говорим о самом-самом, что смотрели и репостили по всему миру. Покажем продолжение самой трогательной рождественской рекламы, дружескую поддержку медведя, необычную обувь и расскажем о результатах проекта «Приморская рыба». Все подробности также у Дмитрия Беломесного в рубрике в ТОП-5. Наверняка все помнят милую рекламу, которая покорила мир в прошлом году. Тогда герой ролика для швейцарской сети супермаркетов «Эльф» по имени Финн, который живет внутри кассы и сканирует продукты своим шлемом, был печальный, потому что Рождество ему отметить не с кем. Однако кассир, направляясь к выходу через зал, заметила странное мигание на своей кассе и обнаружила страдальца. Она помогла ему найти компанию из таких же эльфов из соседних касс. И вот в этом году история получила продолжение. По сюжету Финн захотел отпраздновать Рождество с двумя особенными эльфами – мамой и папой. Главный герой отправляется в путешествие, где он сталкивается с различными испытаниями. Но добравшись до места назначения, он видит разбитую кассу. Но у этой истории счастливый конец. История Финна призвана напомнить нам, что есть много людей, которые чувствуют себя одинокими, а также что мы можем помочь исправить ситуацию. Осенняя хандра – штука тяжелая. Хорошо, если рядом есть верный друг, способный поддержать в трудный момент. Даже если друг этот – медведь. В сети набирает популярность ролик, где мужчина стоит, задумчиво вглядываясь в ночную даль. И тут медведь заходит и встает на задние лапы и обнимает хозяина по-братски. Не грусти, мол, все проходит, и это пройдет. Американка Линси Милс, у которой живет кот по кличке Бейли, опубликовала в сети забавное видео. На записи кот избил енота, который пытался пробраться в дом его хозяев. Кот выпрыгивает через отверстие в двери и начинает атаковать непрошенного гостя. Хозяйка выразила восхищение поведением Бейли. Пользователи в сети удивились тому, что кот настолько отважный. Итальянцы показали замену гироскутерам. Новое устройство получило название «Ховер-обувь». Такая обувь удобна в управлении. В каждый ботинок устройства встроены маленькие моторчики по 250 Вт. Обувь помогает своему владельцу разгоняться до 14 км в час. Ховер-ботинки обладают функцией автоматического баланса, чтобы их владелец мог ровно стоять после включения. Каждый ботинок весит по 3 кг. Водонепроницаем, а его зарядки достаточно для 2 часов езды. Стоит такая обувь от 300 евро. Социальный проект «Приморская рыба», инициатором которого стал Олег Кожемяка, уже приносит первые результаты во Владивостоке. Интернет-пользователи делятся своими впечатлениями от идеи. Кожемяка молодец. Сказал снизить цену, снизил. Спасибо, Олег Николаевич. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире 8-го канала. Дмитрий Беломеснов, новости на 8-м. И далее к новостям спорта. Приморский спортсмен завоевал золото первенства мира по прыжкам на батуте. Школьники Владивостока встретятся на фестивале по настольной Грего. Бадминтонисты Приморья сойдутся в крупном всероссийском турнире. Подробности у Максима Яковлева. Приморский спортсмен стал лучшим на первенстве мира по прыжкам на батутах. На международных соревнованиях отличился воспитанник на Ходкинской детско-юношеской спортивной школы «Водник» Александр Будько. Первенство мира проходило в Санкт-Петербурге. Туда съехались около 1200 молодых акробатов со всей планеты. В возрастной группе 13-14 лет по программе кандидатов мастера спорта Будько занял первое место в прыжках на двойном мини-трампе. Итоговая оценка 35,6 принесла Александру золотую медаль. Отметим, что юный находкинский спортсмен до этого также неоднократно становился победителем и призером первенства России, Дальнего Востока и Приморья. Школьники Владивостока поборются за фестивальный кубок по игре «Го». 25 ноября во Дворце детского творчества пройдет городской фестиваль по этому интеллектуальному виду спорта. В его рамках состоится первенство, в котором за награды поборются дети в возрасте от 7 до 17 лет. Мероприятие организует местная молодая федерация «Го», которая в последнее время активно пропагандирует эту игру в школах, университетах, библиотеках и других учреждениях. Главной целью соревнований станет просмотр новых юных игроков, лучшие из которых смогут в дальнейшем представлять Приморье на крупных выездных турнирах. Открытие фестиваля, посвященного древнекитайской игре, пройдет 25 ноября в 10.30. Вход свободный. Серебряный валан вновь залетит во Владивосток. Традиционные соревнования по бадминтону среди молодежи пройдут в спорткомплексе «Восход». В течение всех предстоящих выходных за награды престижного турнира будут бороться юноши и девушки в трех возрастных категориях. Эти соревнования – краевой этап всероссийского проекта. Поэтому на матче во Владивосток съезжаются сотни участников со всего Приморья и нескольких уголков Дальнего Востока. Стоит отметить, что краевая школа бадминтона является одной из лидирующих по России. Наши спортсмены отличаются не только внутри страны, но и на многих международных состязаниях. Увидеть решающие игры серебряного валана можно 24 и 25 ноября в 10.00. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. 25 ноября вся Россия отметит День матери. В Приморье вопросам, связанным с материнством, уделяют особое внимание от поддержки многодетных семей до конкретной адресной помощи. Восьмой канал продолжает проект «От сердца к сердцу». Сегодня в центре внимания история семилетнего жителя находки Егора Костенца, которому очень нужна ваша помощь. Раненого краснокнижного аиста спасли в Приморье, теперь птица проходит реабилитацию в сафари-парке. Хореография, вокал, цирковое и театральное искусство. Одаренные дети и артисты разного возраста показали мастерство на международном проекте «Белое крыло. Париж. Владивосток». Черная пятница стартовала, жители Владивостока скупают товары, а журналисты Восьмого канала пробуют себя в роли продавцов-консультантов. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы Восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию, самые интересные события. Оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Итак, в ближайшее воскресенье Россия отметит День матери. Не забудьте в этот день поздравить своих мам или позвонить им. Всем мамам прекрасно известно, что дети – это в первую очередь большая ответственность, бессонные ночи, волнения и тревоги, редкие моменты покоя, счастья и много эмоций. В этом плане мир человеческого материнства до сих пор мало отличается от отношений между мамами и детенышами, которые существуют в дикой природе. И глядя на честные эмоции животных, многие испытывают чувство, как будто лучше узнали самих себя. На трогательные кадры родителей и детенышей дикой фауны смотрим вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом.